Военно-технические школы Минобороны. Идет набор желающих бесплатно получить новую специальность. Их в списке 16. Набор стартовал 15 января. Обучение начнется уже весной. Как это выглядит на деле и для чего это нужно, мы спросили у военного с солидным стажем, а ныне депутатом. Абая Тазбулатова. В мире, что творится, мы сейчас знаем. Поэтому почему они не должны охранять какие-то объекты государственной важности? Хотя есть специальные подразделения для охраны, но и народ, резерв. Люди должны, конечно, защищать свои объекты, свои области. Должны создаваться мобилизационные резервы, ресурсы для охраны важных государственных объектов в червяч тайных ситуациях и так далее. Очень важно. Это большие затраты для государственных? Я бы не сказал, что это большие затраты. Я бы не сказал. Потому что если большие затраты были, мы на это бы не шли. Между тем, мой коллега Оскар Сергалеев выяснил, готова ли материально-техническая база военных школ для того, чтобы принять всех желающих получить бесплатно новые специальности. Знаменитой аббревиатуры ДОСААФ давно не существует, а дело по-прежнему живет. После капитального ремонта старейшие армейские клубы заметно преобразились. Учебные классы, спортивные и тренажерные залы оснащены современным оборудованием. Пока азы военного дела постигают неслужившие резервисты, а первая партия призывников приступит к занятиям уже весной. Бесплатное питание трехразовое, бесплатное проживание и полностью военное имущество, то есть амундирование, да. Полностью за счет министерства ворона. Учебный день в военной школе весьма насыщены. Лекции, строевая подготовка, спорт, вождение и ремонт автомобилей, а также занятия в мультимедийном тире и на автотренажерах. На военно-технических курсах вчерашние выпускники средних школ смогут обрести самые различные специальности, которые сегодня востребованы на гражданке. Это и трактористы, и автослесари, сварщики, и автокрановщики. А при желании можно овладеть профессией водителя-дальнобойщика. Мы не арендуем, у нас все свое. Это во всех 15 филиалах. Свои автодромы, свои классы, свои мастерские, столовые, казармы. И плюс сам основ основ и техники, преподавательский состав, который позволяет обучать. Сегодня в республике 15 таких школ. Ежегодно Министерство обороны планирует готовить больше 500 призывников. После трехмесячных курсов в армию они отправятся уже специалистами. Набор слушателей проводят в городских и областных военкоматах. Помимо призывников, документы могут подать молодые люди до 27 лет, не служившие в армии. Оскар Сергалиев, Кенжи Амраев. Итоги дня. Алматы.